7 6 5 4 7 6 5 4 3 2 1 ну что погнали я хочу вам показать насколько круто сражаться в игре на вашем смартфоне чтобы не заморачиваться я поставил авто выстрел при наведении цели на противника и как вы уже поняли я лоханулся потому что вместо одного выстрела нужно делать два или три выстрела чтобы повалить противника пули и это парой нагнетает а когда с 4 или 5 раза вы уничтожаете цель это уже зашквар и поэтому лучше не ставить авто выстрел не ленитесь как я сами нажимаете на кнопочку выстрела это гораздо лучше call of duty нас удивил несмотря на то что эта сетевая игра 5 на 5 немного напоминает гунгейм в контер страйке дополнительные возможности просто гениальные внизу есть желтая полоска которая идет справа налево и числа которые идут на уменьшение после поражения цели и это сделано все для того чтобы в процессе активной для вас игры у вас открывались дополнительные возможности такие как уничтожение цели с воздуха или с помощью дрона и после повышения вашего уровня у вас есть возможность в замене этих ништячков и вы можете заменить вашего дрона примеру на устанавливаемый автоматический пулемет но это лишь в том случае если он у вас открыт для замены вам необходимо просто войти в меню выбрать бой один из двух доступных нажав на сетевую игру или королевскую битву и прежде чем начать бой вам необходимо нажать на серию очков которая находится в нижнем левом углу и заменить нужный для вас ништячок они же надписи серия очков расположена надпись комплект нажав на которую вы сможете выбрать себе доступные для вас оружие и после всего этого начать долгожданный бой ну как вам первое впечатление игры класс вау или сойдет напишите в комментариях что вы думаете об этой игре интересно call of duty превзошла ваши ожидания или нет и если вас не затруднит то подпишитесь на мой канал observer что в переводе означает наблюдатель смотрящий на этот суровый мир если вы подпишетесь то я буду весьма благодарен вам и вашему незатруднительному клику а что касается меня и моего мнения игра мне нравится только сетевая которая 5 на 5 почему именно так вы поймете меня сыграв самостоятельно сетевую и королевскую битву потому что есть такое ощущение что памп намного круче королевской битвы и поэтому я играю исключительно в сетевую в пампе есть куча разных карт на любителей управления достойная что касается авто а вот вы только попробуйте покататься на транспорте в call of duty в королевской битве интересно надолго вас хватит повозка это управляемый чем авто я надеюсь это исправит но это все не столь значительно потому что можно сыграть быстрый бой когда вы заходите в call of duty но главное помните выбор всегда остается за вами а на этом все всем пока до скорой встречи